До двух часов продолжается гуляние. Видео с Навальным. О, Навальный вышел. На Пушкинской появился. Откуда-то непонятно откуда. Из Максима... На Убере приехал. Из машины вышел. Вот он пожимает руки сторонникам. Ну, это прямо, скажем, наверное... Поступление. Во-первых, это поступление. Во-вторых, конечно, это, прямо скажем, новость сегодняшнего дня. Вот и Алексея Навального. Не суд на руках. Видео задержания Навального. Короткий фрагмент у нас есть. С почетом будущего президента России. Сотрудники форума проносят на руках по стране. Алексей в этой ситуации, как обычно, просит никого не отбивать его, потому что, к сожалению, в нынешней реалии такая попытка отбить может быть использована для того, чтобы возбудить какие-то очередные адские уголовные дела по 318-й статье. И поэтому диванные комментаторы говорят, почему не отбивают. Потому что, к сожалению, в сегодняшней России мы успели ее довести до такого состояния, что это чревато очень негативными последствиями. Мы сделаем Россию лучше, и тогда уже никто не будет давать себя упаковывать охренявшим полицейским, да и охренявших полицейских. Прекрасной России будущего не будет. Вот очень много движения в кадре, такого тревожного движения с участием вот этих вот бойцов, я не знаю, кто они теперь, росгвардейцы, кто это, кто это, космонавты, люди в пилотках, кто это. Но мы видим какое-то сейчас хаотичное движение с их участием. Будут ли они вязать кого-то? Будут кого-то? До кого схватят, скорее всего. Потому что, разумеется, не тех провокаторов, которые встали туда, которые, значит, ряжены казаками, ряжены нодом, в общем, ряжены во что бы... Вот там вот людям, в толпе, видно, что где-то в каком-то именно месте снимают много, значит, там что-то происходит. Но по-прежнему пока непонятно, что именно. Возможно, люди, которые у нас там работают на новостях, больше разберут именно. Давайте послушаем просто. Видно, что в Москве многотысячная абсолютно толпа, и люди не хотят уступать, никто не лезет драться с полицией, потому что они понимают, что это очень чревато сейчас, но кричат друг к другу сцепко, чтобы не оставаться вот здесь поодиночке, чтобы не давать выдергивать из толпы. Очень пишут, что жестко действует ОМОН, при этом это никого не пугает, люди не расходятся, что очень важно и хорошо. Сегодня очень непросто выходить в Москве на улицу. Это требует большого гражданского мужества, потому что мы знаем, что власть активно применяет и ОМОН, и Росгвардию, и административный арест, и прочие незаконные средства запугивания, что в переводе с латыни на современный русский переводится как терроризм. Террор, испуг, ужас. Власть терроризирует собственных граждан, чтобы те не реализовывали свои права, не выходили на улицу. Это политика государственного терроризма, как она есть. Но мы видим, что люди не дают себя запугивать. А это, в свою очередь, есть единственная возможность, единственная правильная линия поведения с террористами – не дать себя запугивать. Потому что все эти теракты, а то, что мы сейчас видим со стороны сотрудников ОМОНа и Росгвардии – это теракты. Они бесполезны, когда люди этого не боятся. Ну и, конечно же, просто элементарно в каждом человеке в этот момент просыпается вот это самое чувство несправедливости, что люди просто вышли на улицу, они никому не причинили никаких неудобств. Они в своем городе вышли на улицу, в центр своего города, в свой выходной. Да, у них есть глупо скрывать и говорить, что я прогуляться, когда ты в такой толпе, это же очевидно. Но и зачем скрывать то, что у тебя есть гражданская позиция? Абсолютно не за что. За это, люди, вот что сейчас происходит? Это вообще сложно описать. Значит, ну я попробую, что называется. Росгвардия вбежала к Элином, свиньей, значит, в эту большую толпу, разделила ее на два, выхватила каких-то очевидно случайных людей, которые ничего там такого плохого не делали. Мы не видим никаких там, я не знаю, ни фаеров, ничего-то такого. Вытащила этих случайных людей, выбила и унеслась своей свиньей обратно по своим, значит, там, я не знаю, что у них, автобусы или как. Так это и происходило, в общем-то, и на других акциях мы это видели. И в весь их сценарий людям давно известен. Этим сложно напугать, потому что это происходит раз от раза. И мы помним, что...